25 лет назад, в апреле 1997 года, появилось новое поколение Audi A6. Это был мощный скачок к новому уровню оснащения, мощности и комфорта. Audi A6 C5 стала очень популярной. Как чувствует себя этот немецкий премиум спустя четверть века? Что осталось от этих машин? Вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас мы сделаем подробнейший обзор этого «Властелиноколец». У премиальных машин есть удивительное свойство. С годами стоимость их обслуживания ничуть не дешевеет. Audi A6 C5 чувствует себя хорошо в руках опытного владельца, который либо сам выполняет многие работы самостоятельно, либо пользуется услугами квалифицированных сервисменов. С годами у этих машин может скопиться длинный перечень неисправностей, которые невозможно устранить дешево. Давайте сейчас пристально рассматривать эту машину. Кузов Audi A6 C5 неплохо защищен от коррозии, но всё же дорожные реагенты выигрывают многолетнюю битву. В первую очередь краска вспучивается на арках передних крыльев, также на нижних углах дверей, а также под молдингами, которые со временем буквально оттопыриваются под воздействием ржавчины. Стекла Audi A6 C5 с годами мутнеют, но эта неприятность устраняется полировкой. А вот лет через 15-20 эксплуатаций в отражателях линз осыпается зеркальное покрытие, после чего фары плохо освещают дорогу. Для восстановления или замены отражателей или линз придётся расклеивать фары. Либо, как в данном случае, ставить что-то нарядное, китайское, неоригинальное. Противотуманки часто убитые, рассорапанные или повреждённые камнями. Они слишком низко установлены в бампере. Audi A6 C5 продемонстрировала огромный прогресс технологий, чтобы догнать и обогнать своих конкурентов-земляков. Каждый двигатель этой модели был напичкан буквально в семь технологиями, которые присутствовали на то время. Каждый бензиновый двигатель имел по пять клапанов на цилиндр, фазовращатели удивительных и привычных конструкций, системы изменения длины впускного коллектора, а также некоторые двигатели имели битурбонаддув. Эти двигатели познакомили владельцев Audi с качественными маслами, правильными допусками и квалифицированным сервисом. Те владельцы, которые не захотели обслуживать эти двигатели по строгим регламентам, быстро столкнулись с дорогими проблемами, особенно если забыли про замену ремня ГРМ. Кстати, почти на все движки Audi A6 C5 на нашем канале есть подробнейшие видео обзоры. Все ссылки будут в описании. Базовые двигатели этого поколения Audi A6 – это рядные бензиновые «четвёрки» объёмом 1,8 литров. Встречается буквально одна атмосферная версия, остальные турбированные мощностью 150 и 180 лошадиных сил. Таких A6 в продаже осталось совсем немного. Дело в том, что эти модификации выпускались с самого начала, то есть с апреля 1997 года по 2001. Практика показывает, что это надёжные двигатели. Но годы берут своё. Хлопоты доставляют сложно сочинённый впускной тракт, капризные катушки зажигания, дорогущий гидронатяжитель межвальной цепи. Экономия на моторном масле приводит к закупориванию маслозаборника и к проворачиванию вкладышей. На рестайлинговой Audi A6 C5 устанавливали двухлитровый атмосферник. Очень неудачный двигатель, который потреблял масло в огромных количествах и вообще он медленно умирает. Его вылечивают установкой новых неоригинальных поршней и поршневых колец. Почти все оставшиеся на дорогах Audi A6 C5 с бензиновыми двигателями оснащены атмосферными V6 объёмом 2,4 и 2,8 литра. Это долговечные моторы, но они начинают активно потреблять масло через изношенную цилиндропоршневую группу или уставшие маслосъёмные кольца. На дорестайлинговых машинах хлопоты доставляет неудачная система вентиляции картера. Её трубочки и эжекционный насос закупориваются и забиваются. Также эти моторы активно текут маслом. Также хлопоты предоставляет изношенная муфта вентилятора, из-за выхода из строя которой двигатель перегреется, и это приведёт к очень дорогостоящему ремонту. Дождь нас прогнал с верхнего яруса парковки, но мы всё равно продолжаем. Самая дорогая проблема этих V6 – это гидронатяжители межраспредвальных цепей. Они же ещё выполняют функцию фазовращателей. Если гидронатяжители начинают потеть маслом или двигатель начинает грохотать цепями распредвалов, а это происходит обычно к пробегу в 250 тысяч километров, то тогда гидронатяжители надо менять в этом V6 их по 2 штуки, а каждый стоит по 500 долларов. Правда, куда дороже выйдет замена мотора, если он погибнет из-за уже упомянутого перегрева или из-за обрыва некачественного ремня ГРМ. Ремни среднего качества стоит менять раз в 60 тысяч километров. И то вместе с помпой. А оригинал и хорошие заменители служат в два раза больше. На базе этих V6 был создан 2,7-литровый битурбомотор. Таких Audi A6 C5 совсем немного, но этот мотор выносливый и надёжный по железу. Проблемы такие же, как у атмосферных V6, плюс хлопотный и сложный впуск с двумя турбинами. Турбины служат долго, но чаще всего приходится искать проблему с наддувом из-за проблем в управлении этого самого наддува. После рестайлинга в моторной гамме Audi A6 C5 исчез 2,8-литровый V6, а ему на смену пришёл трёхлитровый V6. Это продолжение той же серии моторов с пятью клапанами на цилиндр. Но блок цилиндров уже не чугунный, а легкосплавный с тоненькими чугунными гильзами. Это противоречивый мотор и только лишь при условии квалифицированного обслуживания он служит долго. Из его слабых минусов это прогрессирующий масложор, а также вероятность появления трещин в тоненьких стенках блока цилиндров. В природе существуют Audi A6 C5 с бензиновыми V8 объёмом 4,2 литра. Причём совсем непродолжительное время эти двигатели выпускались в битурбированном варианте. Эти моторы пошли от атмосферных V6. У них по пять клапанов на цилиндр в приводе ГРМ ремень. Но блок цилиндров уже не чугунный, а легкосплавный. Гильз нет, алюминиевая поверхность цилиндров имеет специальную обработку. Все эти двигатели доехали до огромного расхода масла и задира в цилиндрах. Лишь часть из них была перегильзована и хранится в руках коллекционеров. Также отметим, что на Audi A6 C5 в кузове Allroad устанавливали сорококлапанный V8 объёмом 4,2 литра с цепным приводом ГРМ. На обычных универсалах и седанах этого двигателя не было. Затем он перешёл на кузов C6. Этот двигатель потребляет масло в огромных количествах. Гамма дизельных моторов для Audi A6 C5 скромнее моторов с Common Rail здесь нет вообще. До рестайлинговой машины оснащались простым турбодизелем 1.9 TDI с непосредственным впрыском и ТНВД распределительного типа. Пожалуй, это самый надёжный и ресурсный дизель под капотами A6. Его может убить разве что обрыв ремня ГРМ, либо же отсутствие минимального обслуживания. С начала 1998 года на Audi A6 C5 начали устанавливать рядную дизельную четвёрку с насос-форсунками, а мотор увеличенной мощности до 131 л.с. появился после рестайлинга. И это очень противоречивые двигатели. Вообще, у двигателей с насос-форсунками есть много поклонников, которые восхищены их ресурсом и долговечностью. А с другой стороны, эти двигатели создают постоянные и дорогие проблемы. Естественно, часть проблем снимается при использовании правильного насос-форсуночного масла. Но всё равно двигатели с насос-форсунками могут раздолбать свои гнезда в ГБЦ. Тогда головку придётся менять или завтуливать. Вообще, по этим моторам, как и по многим другим, на нашем канале есть подробные обзоры. Весь список неполадок перечислен. Поэтому, если вы ищете Audi A6 C5 с дизельной четвёркой, то обязательно вооружитесь информацией, чтобы не купить автомобиль с очень потрёпанным мотором. В конце 1997 года на Audi A6 C5 появился совершенно новый по тем временам турбодизель V6 объёмом 2,5 литра. Его чугунный блок практически такой же, как на бензиновых 2,4 и 2,8. Все эти двигатели надуты одним турбокомпрессором, а топливная система создана на основе ТНВД распределительного типа и никаких насос-форсунок в этом двигателе нет. Почти все, кто владел этими Audi A6 C5 до 2010 года, расскажут вам про «Попандос» на распредвалы. Дело в том, что инженеры установили в привод клапанов этих двигателей коромысла без роликов и уже к пробегу в 200 000 км при условии экономии на моторном масле кулачки распредвалов и коромысла стачивали друг друга. Кому-то пришлось потратиться на замену распредвалов, а кто-то поменял мотор целиком, потому что изношенное коромысло легло на бок и попало между движущимися частями в ГБЦ. В середине 2003 года инженеры компании «Аудис» похватились и выпустили двигатели 2,5 TDI V6 с улучшенными ГБЦ. Там в коромысло встроили ролики, и проблема с распредвалами ушла. Но, правда, в этих двигателях распредвалы облегчённые, то есть полые, и бывали случаи, что их ломало пополам. А вообще, если в этих моторах менять масло каждые 10 000 км и использовать правильное масло с насос-форсуночными допусками Volkswagen 505.01, то эти двигатели можно действительно считать миллионниками. Они довольно экономичны и придают А6 хорошую динамику. Много таких машин с фирменным приводом Quattro. На двухпедальной версии Audi A6 C5 устанавливали как классические автоматы, так и вариатор. На самые ранние версии с самыми маломощными двигателями 1,9 TDI и атмосферным 1,8 TDI V6 устанавливали автомат ZF4HP18. Селектор АКПП не имеет режима ручного смены передач. Рычаг этой трансмиссии перемещается только в продольном направлении. Эти трансмиссии надёжные и ресурсные, но, будем честны, с самой свежей такой Audi порядка 25 лет. Их уже нет в продаже. Да их и так было мало, да и время не пощадило эти трансмиссии. Остальные же версии Audi A6 C5 оснащены либо 5-ступенчатой АКПП ZF5HP19 либо Multitronic. В обзоре этого вариатора мы отмечали, что по незнанию можно купить двухпедальную A6, искренне полагая, что передачи там переключает классический автомат. Селекторы у этих машин абсолютно одинаковые и имеют режим типтроник. Как не ошибиться, вариатор появился на рестайлинговых, то есть с середины 2000 года при неприводных Audi A6 C5. Вариатор в ручном режиме имитирует переключение шести передач, а классическая АКПП ZF5HP19. Рестайлинговые Audi A6 C5 с фирменным приводом Quattro оснащались только классической АКПП ZF5HP19. Вариатор, конечно, не долгожитель. Лишь у самых заботливых владельцев он ходит 300 000 км. Ходят слухи о Multitronic, которые прошли 500 000 км, но такие случаи, естественно, единичные. Потом Multitronic уезжает на дорогостоящую переборку. Стоимость такого ремонта на сегодняшний день может составлять одну треть или даже половину от стоимости такой Audi. Автомат 5HP19 совсем другое дело. Если менять в нём масло каждые 50 000 км, то он легко ходит до 500 000 км до капремонта. Чтобы сберечь его, не злоупотребляйте резкими стартами с пробуксовками, особенно в морозную погоду, до прогрева трансмиссий, а также посмотрите за течью масла из-под шейки гидротрансформатора. Кстати, полноприводную Audi A6 C5 можно смело покупать. Фирменная трансмиссия Quattro на основе червячного самоблокирующегося дифференциала Torsen. Совершенно неубиваемая вопросов по раздатке не возникает вообще. Салон Audi A6 C5 сделан качественно. На совесть видно, что инженеры и дизайнеры пытались удивить, и им это удалось. Салон добротный и сохранить его в приемлемом виде можно после 15-20 лет эксплуатации. Но проблем и слабых мест хватает. На Audi A6 C5 устанавливали приборные панели от Magneti Morelli и WDO. Первый вариант попроще. Отличается половинчатым дисплеем бортового компьютера, а над ним установлена панель индикаторов. Вообще, этот вариант самый глючный. С ним встречаются разнообразные неприятности от неработающей подсветки до вручих, зависающих и падающих стрелок. И может выйти из строя микропроцессор, который приведет к тому, что иммобилайзер не будет работать и автомобиль тогда не будет заводиться. Панель Magneti Morelli можно поменять на более надежную WDO, но для этого понадобится электрик с программатором. Вообще, электрик просто должен знать, как прописать эту панель. На панели WDO перестают работать строки бортового компьютера или просто гаснет. Причина в обрыве шлейфа. Шлейф вместе с дисплеем можно заказать из Китая и перепаять. Панель будет выглядеть как новая. Ну а если на панели приборов горит ошибка подушек безопасности, то тогда надо почистить разъемы в перопатронах тех подушек, на которые указывает ошибка. Либо же заменить подушку на БУ, если сопротивление на ее разъеме больше 2 Ом. Также от старости может выйти из строя блок airbag. А если Audi A6 C5 жалуются на открытые двери, хотя они закрыты и свет в салоне не тухнет, то тогда придется поменять микровыключатели в дверных замках. Концевики, то есть микрики, еще можно купить в Китае. Для замены придется разбирать дверь. Лезть в дверь еще придется из-за износа скользящих пластиковых направляющих стеклоподъемников. Из-за износа стекло во время движения перекашивается и не закрывается до конца. Кнопка аварийки нередко не работает из-за неисправного или залипшего реле. Проблема решается с заменой кнопки, так как чистка реле надолго не помогает. Поломанные пластиковые петли крышки подлокотника сегодня никого не удивляют. Это достаточно распространенная проблема в A6. Придется поискать крышку либо подлокотник на разборках. Не забудьте позвонить в «АвтоСтронг». На дорестайлингах Audi A6 C5 нередко расклеивается верхний слой торпеда, то есть передней панели. Обычно вздувается, загибается вверх, либо же гнётся волной край возле лобового стекла, стоек крыши и решётки. В этом случае приходится снимать всю торпеду и проклеивать отставшие участки. В салоне Audi A6 C5 многие детали покрыты бархатистым напылением, так называемый soft-touch. Это покрытие начало облезать ещё на 10-летних машинах. Сегодня от него мало что осталось. В полу под ступнями водителя Audi A6 C5 находится блок комфорта, он же блок центрального замка. Выходит из строя легко и просто, если намокнет. То есть, если он намок и вышел из строя, электроника в автомобиле начинает глючить. Машина может не реагировать на пульт дистанционного открытия замков. Также подсветка в салоне может хаотично включаться, либо же не работать. Также могут отказать поворотники и также могут отказать электроприводы сидений. Блок комфорта может выгореть из-за замыкания в проводке, проложенной к нему. Короткое замыкание, например, в лампочке освещения салона, а также в любом из сервоприводов сидений, может вывести из строя этот электронный блок, а также следующий, который пришел ему на замену. Еще с возрастом на Audi A6 C5 ломаются провода. Больные места – это участки жгутов дверей в местах изгибов, а также жгут в двери багажника. Из-за обрыва проводов отключаются потребители, то есть лампы, замки и так далее в дверях. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что у «АвтоСтронг» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы в отличном состоянии и продаем их с полным пакетом документов. Если нужен мотоцикл, обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. Audi A6 C5, как и многим моделям VAG, достался блок ABS, который может выйти из строя из-за обрыва тонких контактов. Блок в ряде случаев удается отремонтировать, подпояв эти контакты. Для доступа придётся снимать пластиковую крышку электронной схемы. Многие Audi A6 C5 удивляют появлением воды в салоне. Ну а промокшие коврики в передней части салона – это первый этап к серьёзным проблемам с электронными блоками управления. На машинах с люком может намокнуть обшивка потолка. В данном случае люка у нас нет. Сырые пятна появляются по углам люка, если дренажные шланги наглухо забиты. Реже вода протекает по периметру люка. Под лобовым стеклом этого автомобиля есть целый тазик, в котором правее установлен аккумулятор, левее – вакуумный усилитель тормозов и короб ЭБУ. Сюда с лобового стекла может попадать вода, далее она уходит по днище автомобиля через дренаж. Но если дренажные отверстия забьются листьями либо мусором, то тогда тазик будет полон воды. То есть аккумулятор будет в воде и вода будет просачиваться в салон через технологические отверстия в моторном щите. Через них вода проливается на коврик под ноги водителя. Отверстия в моторном щите есть для проводки и для троса замка капота возле короба ЭБУ. Если уплотнения в этом месте рассохлись либо нарушились, то тогда вода будет проливаться в салон из-под передней панели. Если намокает коврик под бардачком, то, скорее всего, это следы конденсата из кондиционера. Он попадает туда, если его дренажная трубка закупорена либо слетела со штуцера. Иногда Audi A6 C5 начинает греметь суппортами. Проблема решается заменой пружинных скоб, которые находятся с внешней стороны суппортов. Также в ряде случаев суппорты могут греметь из-за выработки между неподвижной и плавающей частью. Обратите внимание, где находится рулевая рейка – в самом верху. Рулевая рейка Audi A6 C5 служит долго, но если выходит из строя, то неожиданно и капитально. Бывает так, что после холодного запуска раздается вой насос огур и вся жидкость выливается наружу. Она утекает через изношенные втулки рейки, наполняет пыльники и выливается наружу. Износ рейки и ее уплотнение происходит из-за попадания грязи и влаги под пыльники тяг. Сама рейка ржавеет, и эта ржавчина подтачивает втулки. Рейка ремонтопригодная, в продаже даже есть неоригинальный шток, то есть фактически вся рейка зубьями и, конечно же, ремкомплект. А вот насос GURDA Audi A6 C5 не славится долгим сроком службы. Оригинал стоит космических денег, но хороший новый заменитель стоит $150. Подвеска Audi A6 C5 продемонстрировала превосходство высоких технологий и полное отсутствие простоты. Во всех версиях передние колеса подвешены на двойных поперечных рычагах, сверху и снизу по два рычага. Каждый рычаг крепится к поворотному кулаку отдельной шаровой опорой. Итого 4 шаровые на одно колесо. Рычаги, естественно, алюминиевые. Нижний рычаг по оригиналу стоит от $120 до $140, верхний – от $40 до $70. Кстати, по оригиналу можно купить каждый сайлентблок по отдельности. Любопытно, что до рестайлинга тяги переднего стабилизатора оснащали двумя шаровыми пальцами, а вот после рестайлинга конструкцию тяг изменили и добавили два сайлентблока и отверстия под болты. Старые тяги сняли с производства, потому что до рестайлинговой Audi перевели на новый тип тяг. Одна тяга стоит $27. В 2002 году автомобили с двигателями V6, а также те, на которые заводы устанавливали диски на 17-18 дюймов, оснастили легкосплавными поворотными кулаками. У них есть одна проблема – разбивается посадочное отверстие под шаровые опоры рычагов, обычно верхние. Из-за этого не удается установить шаровые опоры, зафиксировать в кулаке верхних рычагов. Также бывают случаи, когда сервисмены обламывают крепежные уши алюминиевых кулаков. Также они легко гнутся при ДТП, поэтому либо надо покупать новый поворотный кулак, либо же искать его на разборке. Заменить алюминиевые поворотные кулаки на чугунные возможно. Для этого надо подобрать соответствующие рычаги и даже тормозные суппорты. Переднеприводные A6 оснащены задней подвеской с балкой. Так называемая полузависимая подвеска. Здесь всего два сайлентблока. С каждой стороны в местах крепления к кузову. Каждый сайлентблок идёт с металлической обоймой. Цена по оригиналу – $100. Служит очень долго. На уставших и замученных машинах эта балка может подогнуться, что скажется на ускоренном и неравномерном износе шин. В этом случае придётся поменять эту балку на ровную пушную. Претензии к задней многорычажке полноприводных Audi A6 C5 немного волнения вызывают лишь количество деталей в ней. Задние колёса там подвешены на двух поперечных рычагах, плюс тяги для регулировки схождения колёс. Да, тут огромное количество сайлентблоков. Сайлентблоки, которые входят в кулак, состоят из двух половинок – по $23. Такой же передний сайлентблок нижнего рычага. Сайлентблоки верхнего рычага стоят по $14. Рычаг схождения предлагается только по оригиналу и стоит $65. Его сайлентблоки предлагает буквально один неоригинальный производитель по цене в $22. Обратите внимание, что машине 20 лет, и здесь совсем нет трухлявой ржавчины. Это говорит о том, что кузов Audi A6 C5 хорошо противостоит коррозии, а залитый снаружи маслодвигатель – это тоже рядовая ситуация для этого автомобиля. Ну что, 20-летние и 25-летние Audi A6 C5 по-прежнему в строю благодаря хорошему кузову и негеморройным моторам V6. Но эти машины по-прежнему нуждаются в премиальном обслуживании, поэтому настоятельно рекомендуем вам не откладывать и не экономить на ремонтах. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие подробные и классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка обязательно. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».